Мера моей свободы в мире, где есть Бог. И какова мера моей свободы в мире, где Бога нету? Есть масса-масса проблем. Я хочу вам напомнить великую мифологему восстания Люцифера. Если бы не было Люцифера, то не было бы вообще много чего хорошего в мире. Но не было бы Гетовского Фауста, правильно, да? Не было бы Лермонтовского Диамона. Люцифера – это создание очень интересное, и это любимый ангел Бога. Я вовсе не хочу вам пробедовать люциферианство, я от этого далек, но я хочу сказать, что история была бы пресной без Люцифера, а Люцифер вот в нее внес вообще нечто такое пикантное. Да вообще была бы история, если бы не было Люцифера, если бы не было падения ангелов, а потом падения людей. Так вот, давайте подумаем сейчас о том, что сделала Люцифера. И попробуем встать на его место. Вот Бог создал Люцифера. Так, и Бог сказал ему, ты свободен. Еще ведь Бог дает свободу человеку, и своему любому творению, и человеку, и ангелу, свободу дает ее как, вот, ничем ее не ограничивают. Бог придает дар свободы, вот, согласно христианству, придает ее, не умоляя. Я получил эту свободу, я получил эту свободу. Так. Хорошо, но мне говорят, что я должен почитать Бога, я должен любить Бога. Это есть ограничение моей свободы? Ну да, вы скажете, что я это могу делать добровольно, я могу это делать через любовь, через пожертвования. Пожалуйста, все равно это умоление свободы. Понимаете меня, да? Никуда вы от этого не уйдете. Так? Никуда вы от этого не уйдете, да? Вы себя, свободу здесь, сами ограничили. Пускай через любовь, пускай через жертву, пускай через любовь. И вот Люсевер сказал, а я хочу быть свободным от Бога. Понимаете, это вполне законная попытка, вполне. Если бы не был Люсевера, тогда это сделал кто-то другой. Вот, в пространстве логических возможностей была такая ниша предусмотрена. Люсевер это сделал, но, наверное, у него не получилось как следует. Наверное, он не смог творить здесь ничего, как от Бог. Не смог вот стать творцом миров. Ну, потерял неудачу, но как-то ее компенсировал. Короче говоря, здесь, ну, это же мифология, и великая мифология. И здесь самая главная поставлена проблема. Вот, Бог ограничен свободу или не ограничен свободу? Хорошо, давайте эту тему продолжим дальше. Да, я верю в Бога. Хотя я вообще абсолютно атеист. Но я люблю Бога и служу Богу, хотя я атеист, стопроцентный. Вот это мой парадокс. Так, вот, вы знаете, что часто на фронтонах храмах изображают треугольник. Немножечко масонский по своему духу символ. И там око Божие. Всевидящее око Божие. Вот, давайте так. Предложим, я женат. Но я, к счастью, свободен, я холост. А вот я изменяю своей жене. Это интересное занятие. Так. Бог это все знает. Бог же введыщее существо. Значит, моя личная жизнь находится под неким высшим контролем. Я очень популистский сейчас говорю. Но вы понимаете, что я затрагиваю великую проблему. То есть, в сиянии не Бога мы свободу ограничиваем. Согласны вы с этим? Согласна, да. Но да, Бог, Он благ. И вообще, ну как, можно от Бога спрятаться или зачем? Наоборот, надо, чтобы было все на виду. И надо стараться не ударить грязь лицом. Вообще быть добротнительным, хорошим и так далее. Но это все скукотища. И жизнь, она никогда не в эти схемы, в эти моральные тиски никогда не ляжет. Вот по этому поводу я могу вспомнить нашего великого философа Льва Платоныча Корсавина. Который на меня очень влиял. Но Льв Платоныч Корсавин, он из числа русских эмигрантов. Это вот типа людей, которые на бедном пароходе покинули Россию. Но он оказался в Литве. Оказался в Литве, в Каунасе, после революции. Это великий русский мыслитель. А я вот, когда молодцы, я понял, что при Балтии когда-то районский конь. Что при Балтии можно найти много литературы антисоветской. И с юных лет туда наезжал. И вообще я хорошо знал людей, которые Корсавина слушали. И книги Корсавинами были давно-давно всегда. Я знал людей, которые были с ним в лагерях. Вот. И вот он сидел в лагерях. После, конечно, его арестовали, когда Литва дошла к Советскому Союзу. Его отправили на Северный Урал. Был такой лагерь Апись. Вот он там что-то писал. Сейчас кое-что видно уже из этих лагерных его записок. И вот ему было откровение. Так говорит легенда. Ему, вот я считаю, это одно из потрясающих откровений в истории христианской мысли. Вот Бог ему сказал, ему Льву Платонычу Корсавину, что да, он Бог Всеведущий. Всеведущий, так. Но он добровольно ограничивает свое Всеведение, добровольно, да, чтобы не стеснять человеческой свободы. То есть он сведущий, но он не хочет быть сведущим, чтобы мы были свободны. Вот вы думайте в эти слова. Я считаю, что тут заложено грандиозным смыслом. Особенно для людей верующих. Для меня это смысл чисто философский, это вот блестящая игра мысли. Вот. Но я хочу сказать одно, что даже вот если, значит, Бог добровольно ограничил свое Всеведение, я все равно, я все равно желаю быть свободным от давления Бога. А с другой стороны, я боюсь безблагодатности, боюсь богооставленности. И тут начинается антиномия. И вот мне нравится быть откровенным. Вот скажешь, что такое, да, атеиста любит Бога. Скажешь, что это такое, какой-то постмодерн, да, какая-то мешанина. А на самом деле это ведь инициально очень понятные вещи. Это вот так вот я чувствую, так это и переживаю. И иногда я предлагаю студентам сделать выборы из трех моделей мира. Вот давайте сейчас вы такой выбор попробуете сделать. Я вам предлагаю мир, где доказано, что Бог существует. Больше того, теофания и Бога стали чем-то регулярным. И так сказать, Бог это как вот некий начальник над нами, да, ну такие вот, типа Эдема модели. Вот знаете, я не хочу такого мира. Там нет свободы. Свобода здесь исключена. Вот. Я от этого мира отказываюсь. Третий вариант. Мир, где доказано, что нет Бога. Вот все, нет Бога и точка. И этого мира не хочу. Потому что я боюсь богостарности. Когда я одинок, я обращаюсь к Богу. Я умею молиться. И вообще, я очень много написал на христианские темы. И когда я пишу, я чувствую Бога. А потом вот это чувство у меня проходит. Вот так бывает, да. Вот нет, этого мира я не хочу. И третий вариант. Есть неопределенность. Может быть, есть Бог, а может нет. Великая неопределенность. Вот этот мир я выбираю. Я считаю, что наш мир устроен именно так. И это гениальное устройство нашей мира. А почему он так устроен? Ну давайте сейчас вот, я это могу доказать чисто физически. Чисто физически, так. Бога мы знаем прежде всего как Творца. Ну, знаем или не знаем, это вопрос еще, знаем ли мы его. Но мы мыслим его как Творца. Представляем его себя как Творца. Хорошо. Да, Бог создал мир из ничего. Это гениальная мифологема. И она находится в какой-то параллель новейшей космологии, в релятивистской космологии, где мир трактуется как актуация вакуума. Да. 18 лет назад была сингулярная точка. Вот. Произошел большой взрыв. Что было для этой сингулярности? Конечно, когда эта модель была предложена, когда этот сценарий стал развиваться, то появился аббат Леметер и сказал, что тут присосотворение Божие. Ну, это, конечно, вообще спорно, хотя интересно. Так, посмотрите. Давайте сейчас попробуем добраться до Бога, если он и есть. Нам нужно экстраполировать время назад. Нам надо Вселенную расширяющую собрать снова вот этот комок, потом в точку сингулярности. Вот она, точка сингулярности. Точка Т0 нулевого времени. А что такое сингулярность? Это квантовый объект. Если это квантовый объект, Вселенная была квантовым объектом, то он действует в отношении непределенности Гейсенберга. Отвечение непределенности Гейсенберга, оно не позволяет восстановить начальные условия. Короче говоря, что за сингулярность? Быть может Бог? Быть может случайность? Быть может я сам каким-то образом возбудивший вакуум действия на него из будущего. Понимаете? Великая неопределенность, квантовая неопределенность, так? Мир так устроен, что начало его принципиально скрыто от познания. И что это обеспечивает? Это обеспечивает свободу выбора. Выбирай веру в Бога, но ты никогда не докажешь, что есть Бог. Выбирай веру в случай, ты бы террелист, но ты никогда не докажешь, что нет Бога. Вы знаете, вот если бы я был Богом, а я считаю, что я должен им стать, потому что христианство, так сказать, ему призывает. Как говорит Афанасий Лексто-Норийский, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Значит так, в принципе у меня есть такой потенциал. Я осуществлю свой теозис, я поднимусь на уровень Творца, если буду верить мир из ничего. Вот если буду делать мир по своей схеме, я вот сделаю этот мир именно таким. Чтобы Бог, если я Бог, да, ну чтобы я себя никак не проявлял в этом мире, чтобы я не давил на людей. Чтобы этот мир казался естественным, спонтанным, самопроизвольным. А может быть он есть такой и без меня, а мне кажется, что я его создал. И все тут начинается игра смыслов, и концы и начало завязываются в какой-то странный топологический узел. Это очень хорошо. То есть я скажу так, мир устроен так, что у меня есть антологическое обеспечение свободы. И это устройство мне кажется прекрасным. Вот почему я люблю Софию, почему я люблю эстетику, почему я люблю красоту. Вот, хорошо. Значит, вопрос Бога мы с вами решили. Так, это постмодердистское решение, оно далеко от всякого фанатизма. Я люблю христианство, и очень много пишу на христианские темы. Я люблю Троицу. Троица, главное, это диалектика нераздельного Неслиянова. Так, вот Неслияновь, это есть некий механизм, который препятствует несвободе трех лиц. Они не сливаются в одно. Троица нет того гомогенного единства, которое присуще и Дау, и Брахману, и Нирване, и Аллаху. Троица, она вот жизненно, потому что у меня есть разнообразие, у меня есть информация. И Троица, она вот, она не стесняет, когда в нее входишь, когда с ней взаимодействуешь, что это свобода. Это свобода. Но свобода уже какая? Благодатная свобода. Свобода, где есть ограничения. Вот давайте об этих ограничениях поговорим. Значит, или вы выбираете свободу абсолютно ничтойную, пустотную, или вы выбираете свободу с какими-то разумными ограничениями. Ну, эти ограничения какие? Они известны давно в этике, да? Ну, вот так живи, чтобы твоя свобода не ограничила свободу другого. Это великий этический принцип. Вот. Конечно, здесь встает очень много вопросов. Что такое ограничение свободы? И как это ограничение надо понимать? Ну, нет свободы реально без ответственности. Вот как хоть убей. Это наш мир, физический мир. Мир, который проявлен, мир, который реализован, мир, который материализован. Еще раз повторяю. Свобода, где нет никаких альтернатив, тип ответственности или необходимости, это свобода ничтойного уровня бытия, или предбытия, или добытия, или сверхбытия, или небытия, или антибытия, как угодно это называйте. Вот здесь мы должны, так сказать, принять какие-то рамки. Какие же это рамки? Вот это вот очень вопрос волнующий. И я считаю, что на него ответа нету. Есть только какие-то варианты ответа. Но прежде всего, прежде всего, так, цель каждого человека, цель каждого человека в этом мире раскрыть свою идею, раскрыть свой потенциал. Для этого необходимы условия. Часто их нету. И часто люди не могут себя реализовать, не могут раскрыться. И это и есть как раз несвобода в ее самом конкретном и жутком выражении, когда отсутствует свобода для самораскрытия, для саморализации личности. Нередко человек сам мешает себе. И вот, что нужно предусмотреть наперед, когда ты входишь в этот мир и хочешь в нем себя проявить, хочешь чувствовать себя свободным. Свободным, да. Вот что надо взять, принять во внимание. Вот прежде всего, надо принимать во внимание проблему другого «я». Другого «я». Это одна из самых глубинных проблем в современной философии. Великая проблема. Вы знаете, вот хорошо быть эгоистом. И слово «эгоизм» я беру со знаком «плюс». Хорошо быть селепсистом. Вот селепсистом, вы знаете, что такое селепсизм. Это философия, которая утверждает, что есть вот только вот мое «я» и кроме него нет ничего. Вот так, как хорошо писал Пастернад. И сады, и пруды, и ограды, и кипящие белыми воплями, мироздания, и лишь страсти разряды, чеческим сердцем накопленным. Это вот и есть селепсизм и его творческое проявление. Я очень люблю Беркли. Беркли был великим селепсистом. Существовать, значит, мир воспринимаем. Вот вы и есть продукт моей фантазии, моего «я». Чем хорош селепсизм? Почему Беркли гений? О Ленин у него ничего не понял. Абсолютно, да. Беркли показал, что человеческое «я» — оно креативное. Мы действительно как боги творим свои миры. Пускай они субъективные, пускай приватные. Но это раскрытие нашего «я». Но, конечно же, Беркли не мог справиться с проблемой и другого «я», и вообще с проблемой реальности. И он вынужден был субъективным изолизмом перейти к объективному и вести гипотезу Бога. Еще смотря, каждый из нас должен быть селепсистом, обязательно. Я за селепсизм. Потому что селепсизм позволяет раскрыть себя. И вообще разумный эгоизм — это великая вещь. Нет в ценности выше, чем ценность моего «я». Мне плевать на все, кроме самого себя. Я скажу вам прямо, да? Я человек себелюбивый. И это правда. Если у вас нет такого себелюбия, то вы где-то немножечко ханжи. Человек должен себя любить. Потому что ему очень великий дар — быть. Это такое чудо, что мы появились в этом мире, где нас калечат, где нас унижают. Но мы появились, насколько людей не появилось, которые могли бы прийти, но не пришли. Или очень рано погибли в арену этого мира. Поэтому, конечно же, надо культивировать ценность «я» человеческого. Но здесь опять встает перед нами антиномия. А как же другой? Я другой селепсизм, другой эгоизм. Вот встает проблема. Проблема коммуникации, проблема интерселективности, проблема диалога, проблема взаимодействия. Великая проблема. Здесь я давно выработал свою стратегию. Когда мне было еще 15 лет, я стал членом такой организации НТС, НТС Российских солидаристов. Я очень люблю философию солидаризма. Почему-то ее сейчас мало знают, мало изучают. А солидаризм — это что такое? Это проекция, как говорят сами солидаристы, проекция идеи соборности на социальный мир. Троица. Как жить по Троице? Сергей Райдерский к этому призывал. Как жить нераздельно, быть вместе, быть солидарными, но в то же время жить не слияно, чтобы не превращаться в кашу, не превращаться в что-то такое агрегатное, машинное, безликое, нивелированное, стандартное, шаблонное. Много этих проблем. Вот я стараюсь научиться уважать чужое я. Чужое я. Другое я. Вот один из моих последних венков санэтов так и называется. Другое я. Мне это дается с трудом, потому что я воспитан в духе эгоистическом. У меня есть качество сострадания. Это великое качество сострадания. Я могу заплакать, когда вижу, что человеку больно. Но я могу вообще где-то поскупиться и не помочь ему финансово, когда это надо помочь. У меня много на плане недостатков есть. Но я хочу сказать, что эти качества сочувствия, сострадания, симпатии, они у людей резко убывают. И сегодня в человеке преобладает эгоистическое начало. Электруизм, он как раз в тени. И я даже по студентам это знаю. Все хорошо понимают, что такое эгоизм, а понятие электруизма для многих нового. Вот это такая интересная асимметрия. То есть свобода, она предполагает некоторые ограничения. Ясно, что ограничения жертвенные, понятно. Но это та жертва, которая окупается с торицей. Как вот писал хорошо про любовь Лев Осеров, «Не первая любовь, как первая попытка отказа от себя завиняя себя». Это изложение философии Гегеля. Когда мы любим, то мы себя как бы преодолеваем. Мы отдаем себя другому. Вроде как мы теряем свое «я» и свою свободу, но через эту жертву мы, наоборот, раскрываемся, и мы становимся богоподобными, потому что любовь – это и есть Бог в человеке. Любовь божественна. Поэтому, конечно же, нам нужно развивать философию свободы и ответственности. Что делает солидаризм? И я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту организацию, Народный трудовой совесть российских солидаристов. Они имеют издательство «Посев». Когда-то журнал «Посев» считался самым антисоветским журналом. Журнал «Грани» не выпускают. Сейчас в Москве имеется председательство «Посевы». Организация вполне легализована. И я считаю, что большое упущение наше, что мы плохо изучаем вот эту часть русского эмигрантского наследия. Но если говорить про политические свободы, это уже как бы последняя часть. Я немножко затянул свою исповедь. То я здесь скажу следующее. Но я абсолютный сторонник либерализма, конечно. Но для меня вот здесь примером является Исайя Берлин. Я считаю этого человека другом России. Он был теснейшими узами дружбы, связанными с Анной Андреем Нахматовой. Я не буду здесь вам говорить о том, что такое либерализм. Вы это хорошо знаете и без меня. Скажу только одно. Вот. Гражданские свободы. Гражданские свободы. На чем они строятся, гражданские свободы? Но прежде всего, так, свобода слова. Свобода слова. Карл Поппер создал очень оригинальное направление философии, науки, которое называется критический рационализм. Критический рационализм. Вот Карл Поппер говорит, что самое естественное состояние разума – это состояние критики. Ну, вы знаете, что критика – это термин, который Канк очень широко эксплуатировал. Как его труды называются критиками, критика чистого разума, критика чистого опыта Винариуса и так далее. Критика. То есть, вот это гениальные мысли Поппера. Разум только тогда, разум, когда он критикует. Тогда он критикует. Разум, который не критичит – это псевдоразум. Разум должен критиковать все, что попадает в его, так сказать, поле. Но, прежде всего, самого себя разум должен критиковать. Должен критиковать мир, должен критиковать сенсорику и так далее. Вот поэтому я считаю, что критичность и либерализм – это понятия очень тесно связанные. Карл Поппер, кроме того, что он был великим методологом науки, он уже очень много сделал для открытого общества. Для философии открытого общества. И одна из его книг посвящена именно открытому обществу. Что такое подавление критики? Это, прежде всего, верный знак ущербности власти. Власть, которая боится взглянуть на себя со стороны – это власть заведомо больная. Власть, которая будет мучить народ, но кончит плохо. То есть, в обществе должен быть орган совести. Когда-то на эту роль претендовала церковь. Вот я недавно написал книжечку о Новгороде Великом. Мне очень нравится Новгородская республика. Это свободная была республика, в отличие от московского монархического монстра. В Новгороде архиепископ избирался народом. Это потрясающий факт. Вообще, в истории церкви, когда владыка избирается демократическим путем. Почему? Вот Владыка, он правду говорил в лицо боярам. Вот есть такое право было у патриарха. Тогда еще не было у патриархов. Право печалования. Вот патриарх Никон, патриарх Никон, вот он был последним патриархом, который это право использовал. То есть защитить невинного, сказать царю правду в глаза. Алексей Михайлович этого не мог стерпеть и загнал Никона в угол. А Петр Первый вообще отменил этот насчет печалования. Поскольку я вспомнил про Никона, тут надо сказать, что это вообще великий человек, очень трагическая фигура, первый политически сильный у нас в России, можно сказать. Ну не первый, конечно, а вот, ну первый, ну что-то близкое тому, что вот мы знаем по 20 веку. Вот так, какая-то есть аналогия в его судьбе, с аналогией судьбы Сахарова, Солженицына и так далее, и так далее. Вот Никон развивал идею симфонии властей, что церковь должна быть симфонией с власти мирской, но должна вот иметь на ней превосходство в плане нравственном. Ну это же, как это государство потерпит контроль над собой, правильно, да? Это контроль какой? Критический контроль, да? То есть фактически Патриарх Никон говорил в духе Карла Поппера, понимаете, да? Вот, и конечно, он зато пострадал, зато пострадал. Поэтому я скажу так, да, надо избегать страха перед критикой. Вот есть такая критикофобия, фобия, да? Критик это здорово, здорово. Вот когда я был молодой, вот я учился в ВИТ-институте, я очень любил встречаться со старыми поэтами, мне как-то там мальчишку, как-то вот помню, и Крюченых там принимал, там, да, и все эти ребята 20-х годов, ну, не ребята, конечно, это уже были пожилые люди, но и странными мальчишками были, так? Вот. И, значит, я показываю стихи, они говорят, Юра, это плохо ты пишешь. Ну, вот Павел Григорьевич Нодокольский у меня часто так говорит, слушай, ну что это такое, ты что, число русского не чувствуешь, да? А я обижался, дулся на него, да? А правильно, что меня критиковал. Спасибо им, что они меня критиковали, да? И сейчас я понимаю, как критика, она нужна везде и всему, да? Критика это есть, вот, условия свободы, это критика есть фермент свободного саморазвития, свободного самораскрытия, и власть, которая критику зажимает, эта власть неизбежно идет в сторону тоталитаризма. И главное, эта власть бездарна, она несостоятельна, понимаете, да? Потому что критика это диалог, критика это полифония, критика это живое многоголосие сомнений. Так что вот если плохо со свободой слова, то это, конечно, признак дурной. Из-за свободы надо бороться. Но я считаю, дорогие друзья, что у нас, например, пока свободы слова есть. Вот я читаю газету «Час ноль», и я считаю, что, знаете, друзья, мы это свободная газета. Я не знаю, если она закончится и как она закончится, да? Ну вот, например, скажем, вот тут есть моя статья опубликована, я даже испугался, как прочитал, да? Вот недавно мы видели, помните, Ленин сказал, что Кухаркин должен управлять государством, да? Великая мысль у Ленина. Это же дайосизм чистой виды. Вот недавно мы видели МГБшника в фильме «В круге первом». Прекрасный фильм. Это матерые государственники. Но как же они бездарны? Их вязка оказалась неизбежной. Право Кухарки лучше чекистов. На этом стоит русский нархизм. Ну, скажу, я так думаю, понимаете, но это же, я не знаю, я думаю, газета «Курьер Карелия» не напечатает этого. А это напечатано, да? И это нормально, и это моя реакция на чудесный фильм «Солженицын». Александра Иссоевича Солженицына. И нет ничего здесь плохого. Даже если есть какая-то ирония, то она ирония, это вещь здоровая. Понимаете, да? Вот знаете, вот я не хочу говорить персонально, скажем, Владимиру Владимировичу Путину. Не хочу. Я его плохо знаю. Он мне неинтересен. Так? Я не хожу в его электорат. Но мне кажется, что вот он, у него плохо дела с чувством юмора. Во-первых, эту программу «Куклы» закрыли. А тут я недавно смотрю НТВ и гляжу, его показывают вроде как куклу, но только без вот это, вот так, обрезан, да? Голыбы нету. Нет головы, да? Обрекли внимание на это? Вот такой вот ход, чтобы, значит, очевидно, его уязвляет шутка. Так? Вы знаете что? Искони народ и выжучивают правителей. И это нормально. Нормально, понимаете, да? Остроты, анекдоты, шаржи, карикатуры. Когда человек стоит во главе громадного государства, скажем, «Верима», то что сцезарит до этих карикатур? Ну, разве можно надо раздражаться? Понимаете, да? Поэтому я считаю, что должна быть свобода смеха, свобода смеха, свобода иронии, свобода сарказма. Это здоровое проявление жизни. Это в интересах страны, чтобы мы смеялись. Зачем мы на эти унылые, вытянутые хари? Да? На дело-то все. Поэтому вот я очень хочу пожелать нашему президенту проникнуться духом смеховой культуры. Вот. Призвать сковороков в Кремль. И как-то вот немножко потешиться, да? Расковаться слегка. Ну, я лично к нему относился очень хорошо. Вот я сегодня получил письмо из него обнадеживающее. И у него очень трудная миссия, так? И вот я чувствую, что он страдает вот отсутствием юмора. И, наверное, вот надо помолиться, чтобы у него это качество появилось. И тогда все пойдет в гору. И программа куклы, может быть, вернется в эфир. Это Саварстова. Теперь дальше. Свобода выбора. Свобода выбора. Я имею в виду структуру власти. Ну, дорогие друзья, я вот большой поклонник Александра Александровича Любящего, у которого есть гениальная книга «А если бы...» А если бы... Ну, вы чувствуете соотлагательное наклонение, которого не терпит история. Неправда. История терпит соотлагательное наклонение. Очень даже терпит. Так вот вопрос. А если бы взял вверх Новгорода, а не Москва? Помните, это страшный конфликт. Роководие России. Я думаю, было бы гораздо лучше для нас с вами. Потому что Москва, она провалила задания Сергея Радожжевского. Москва провела Россию по пути какой-то тоталитарной нераздельности, игнорируя неслиянность и этносов, и личностей. Вот Новгородская Веча. Веча. Это великая вещь, Новгородская Веча. Вообще, мы живем уже на Новгородской земле. И как замечательно, потому что Иван Третий ударил по Новгороду, лишила свободы. Потом Иван Грозный ударил по Новгороду, затушил его. Но ведь до провинции Москва не достала. Это же факт. Новгородская Петина, в том числе Абонежская Петина, где мы сейчас находимся, она жила по Новгородскому сценарию. Почему здесь былино сохранились? Почему здесь прекрасное дозущество деревянное? Москва руки не достали, руки были короткие. Вертикаль власти не добралась до Русского Севера. Это потрясающе. И мы должны это чувствовать себе. Это еще и доследие. Веча. Веча, да. Ну что, был подкуп? Был. Дорогие друзья, демократия, демократия, она не есть идеал. Вообще, я хочу сказать, что самая опасная в философии свободы на социальном уровне это ее идеализация. Понимаете, да? Идеальная бывает только в мире идей. Наш мир, это мир асимптот, мир аппроксиматический, где есть приближение. Это мир, где неизбежно погрешности. Отсюда великая теория филибилизма Карла Попера, что вот нет вот истины такого стопроцентного, дистиллированного. Всегда есть какие-то вот колебания, какие-то замутнения. Это нормально. Вот Давровская Веча, да, было там не совсем такое хорошее, да, было лоббирование, да, но был Вечевой колокол. Каждый гражданин мог подойти по нему и ударить. Если ты это сделал сдуру, тебя побьют и крепко. Но у тебя было право созвать Веча у каждого гражданина. Сегодня же нельзя до власти достучаться. Так, где Вечевой колокол в России? Его нету. Вспомним Гернсонский колокол, он где-то в Лондоне гудел, и Российский все-таки глуховато доходил, так. Вот Новгород – это великая традиция. Сегодня, сегодня, да, вот говоря о западных демократиях, я скажу следующее. Все-таки западные демократии делают все возможно, чтобы минимизировать зло либерализма. Зло есть во всем. И зло есть в либерализме, и зло есть в христианстве какое-то, в церкви есть зло. Вот минимизация, минимизация вот этих недоченов, так. Вы знаете, как вот, например, я считаю, что у нас вообще нет настоящего парламента. Ну, возьмем, вот, возьмем фигуру Казанцева, так, вот, генерала. Ну, во-первых, чеченский герой, вроде как, да, вроде как представитель этого президента на юге, так. А ведь какая-то грязная фигура оказалась, что-то там какие-то махинации, нечестна руку. Я вот, что такое лоббирование закона? Вот это же взятки, взятки, да. Наша страна, она насквозь коррумпирована. И я считаю, коррупция необратима. Ничего себе не сделаешь этой коррупцией. Просто это раковая опухоль социальная, и она ведет к витальным исходу. Это хорошо даже. Это самоуничтожение. Это замечательный способ борьбы с этим злом. Вот. Но я что хочу сказать. Конечно же у нас часто покупается, вот даже есть такса, сколько стоит вместо губернатора? Кому деньги идут, я не знаю. Вот это так. Я, извините, я говорю по слухам, да, может я ошибаюсь. Но то, что такие слухи циркулируют, это тоже есть показатель состояния общества. Вот. Каким бы ни был дурным, парламентский строй, но лучше человечество не придумало. Поэтому западный либерализм сегодня есть лучшее, что имеет человечество. Пожалуйста, поскольку кто-то мечтает о монархии. Но русская монархия, русская монархия, это очень темное дело. Ну, возьмите династию Романовых, Бьензея Романовых. Во-первых, ну, я против всяких российских штучек. Ну, Екатерина II была, конечно, замечательной женщиной, очень такой любвеобильной, но она была государственной женщиной. Ничего русского там не было, конечно, да. И вообще, это, да бог с ним, пускай, это немцы, но главное, так, главное. Династия Романова несет ответственность за гребостное право. Это великая беда для России. Инерзия гребостного права до сих пор нами не отдалена. Мы живем в ауре гребостного права. Александр II, спасибо Жуковскому, что он его наставил на ум и разум, так, сделал попытку это право отменить, но это была попытка очень половинчатая, непоследовательная. И тем не менее, вот он страдал даже за это, мне его жалко, фигура светлая. А так, вот если так посмотреться, вот Николай II, ну вот сейчас его канонизировали. Я, конечно, понимаю, что эта смерть страшная. Мне жалко его чудесных девочек, этого милого мальчика Алексея. Я сострадаю всей душой этому очень доброму, светлому человеку. Ну, какое же это святое, Кадынское поле, русско-японская война. Он развязал Первую мировую войну. Он, как политик, был совершенно бездарен. Бездарен, понимаете, да? Он допустил Ленина. Конечно, ну что так его обвинять? Это обвинения тоже такие вот. Божий суд я подменяю сейчас, это неправильно, да? Ну вот нельзя, монархия, монархия, это, знаете, она красива, она красива, как английская монархия, да? В этом есть свой романтизм исторический. Постаньте разговаривать, пожалуйста. Вот. Я считаю, что путь монархии закрыт для нас. Для нас открыт путь возвращения к тоталитарности. Это тоже страшная вещь, страшная вещь. Вот поэтому я являюсь абсолютным сторонником либерализма, либерализма. Какие-никакие выборы, все-таки хорошо, когда бы мы выбирали и губернатора, и мэра, потому что при нынешней системе, которую принял Ильич Путин, мне кажется, нет гарантии того, что вот власти будут оставаться люди достойны этого. Вот. Я понимаю, какие проблемы стояли перед нашим президентом, я понимаю, что сегодня очень легко манипулировать электоратом, сегодня можно действительно подкупом получать места. У нас нету нормальной борьбы за место в парламенте. И я считаю, что, конечно, Путин, прежде всего, хотел перекрыть движение мафии, мафии в парламент. Но мафия все равно там есть. И, в общем-то, знаете, эта проблема не решена. Не решена эта проблема им. И это, конечно, лучше рискнуть, лучше рискнуть, не подавляя свободы гражданские. И здесь будет просчетов и меньше, чем те, которые неизбежны при нынешней системе себя проявят. Но это вот такова моя точка зрения. Такова моя точка зрения. Она может быть спорная, но я считаю, что право свободного волеизъявления это право священное, и народ должен непосредственно выбирать власть. Есть система выборщиков в США, но она очень демократична, очень надежная система. То, что нам предложено сегодня, это, я думаю, все-таки вещь приходящая, и вряд ли это когда-либо будет, ну, зафиксировано, не будет вечной нашей нормы. Вот. Ну, я, по-моему, сказал, что я хотел сказать, если что-то я заговорился, друзья мои, может, у вас есть вопросы какие-то ко мне? расскажу. Вообще, вот, знаете, уважать святыни наши. И здесь начинаются свои большие проблемы. Большие проблемы. Вот я люблю русскую святость. Вот у меня есть книжка «Северная Иваида». Северная Иваида, да? Это книга «Северных святых». Так. Вот. Значит, вы знаете, что Александр Невский ходит в собор карельских святых. Вы знаете это, да? Вот сходите в Евгенческую церковь, и там вот на иконе вы увидите. Но я, вот, например, никогда не писал про Александра Невского и никогда не напишу о нем. Да, вот я здесь Топаев противоречит самим собой. Дело в том, что, конечно, вот он он канонизирован, он защитник нашего отечества. Но мы знаем, что в его биографии были моменты очень странные, коллаборационистские в связи с татаром есть прекрасная литература, вот где рассказано о том, что Александр Невский делал в Орде и как он себя ввел. Но предание есть предание. Предание его вот оправдало, романтизировало. И я, например, не буду писать ни хорошего, ни плохого о нем. Элементная тема неприкасаемая. Запретная для меня эта тема. Вот такая ситуация. Вот я честно ответил на ваш вопрос. Цептуру давать это будет самое правильное. Вот. Потому что это свобода безгранична. Когда мы свободу ограничиваем, то мы уже ее теряем. Ее специфика улетучивается. Это интуитивные понятия. Есть такие понятия, которые есть такое бесконечное понятие бесконечного регресса. Нужно много раз определять язык, определять через мета-язык, мета-язык, через мета-мета-язык. И вот здесь бесконечное свобода здесь типичный случай такого бесконечного регресса. Лучше это пережить экзистенциально, чем рационально какую-то формулу искать. Это понятие экзистенциальное прежде всего. Здесь великое понятие любви. Любовь это все-таки великое качество. Хорошо сказали апостолы Павел и Иоанн, что Бог есть любовь. В любви снимается это разделение между я. Что такое соборность? Это состояние очень редкое и очень ценное. Мы не умеем любить друг друга. И в христианском роде прежде всего проповедь любви. Мне в жизни несколько раз пришлось пережить это состояние. Его очень трудно удержать. Действительно благодать. Но надо научиться стремиться любить друг друга все-таки как-то. У меня есть книга о дзен-буддизме. Я очень люблю дзен-буддизме. У меня есть книжки о дзен-буддизме. Моя Кинояна, Моя Махаяна и мой дзен-буддизм. Я очень люблю Японию. У меня культ японской культуры. конечно же дзен мне очень нравится. Там в дзене много свободы, но там очень жесткая дисциплина в дзенских монастырях. С другой стороны, понимаете, да. Но конечно же дзен учит чему? Вот великое понятие шуньято. Шуньято это тоже пустота. Шуньято это та же самая нирвана, та же самая дао. Это понятие абсолютно идентична. Хотя список здесь очень большая, но в глубине своей это одно и то же. Это есть единое, которое не знает никаких раздвоений, никаких различий. Это есть ничто иная свобода. Шуньято пустота. Мы здесь читали стихи как раз про пустоту. Пока.